Московский завод имени Буденного изготавляет гидроподъемники для тракторов. С их помощью тракторист может быстро поднимать и опускать навесные сельскохозяйственные орудия, автоматически регулировать глубину вспашки. Завод получил задание увеличить выпуск гидроподъемников. Как же это сделать, не устанавливая новых станков и не расширяя производственную площадь? Пример показал токарь Василий Краличкин, обрабатывающий поршни гидромеханизмов. Он разработал личный план повышения производительности труда. Расскажем о нем. Опыт подсказал Краличкину, что надо изменить по методу кубежевского новатора Колесова диаметрию резца и изготовлять его из более стойкого сплава. Скорость резания возросла со 113 метров в минуту до 183 метров. И резцы не приходится часто менять. Для нарезки канавок на поршни нужно было много усилий, чтобы установить и отрегулировать резцы. Теперь инструментальный цех снабжает токаря кассетой с набором резцов. Это тоже дает выигрыш во времени. Осуществив свой первый творческий план, новатор начал обрабатывать в два раза больше деталей, чем раньше. По примеру Краличкина, уже 500 рабочих имеют личные и коллективные планы повышения производительности труда. О чем все это говорит? О том, как много дополнительной продукции можно получить, лучше используя имеющуюся технику. Продолжение следует... Продолжение следует...